Так, всем привет! Привет, команда! Сегодня даже я не сказала бы, что это планерочка, просто хочу поделиться кое-какими с вами мыслями, соображениями. Вот. Но прежде всего поздравляю вас, поздравляю всех нас с тем, что закончились январские праздники. Закончился первый каталог. Закрыли мы его просто замечательно. Просто замечательно. Очень давно уже и так не закрывали первые каталоги, потому что, ну, как вы понимаете, куча январских праздников. Люди готовились основательно. Некоторые начинают готовиться уже за несколько месяцев до Нового года. Покупают подарки, покупают, конкретно так затариваются, тратят деньги. Потом, значит, после этих праздников нужно еще дождаться зарплату. Поэтому, как правило, в первом каталоге у нас всегда проходили небольшие такие падения, то есть падение уровней. Ну, это нормально было, на это никто не обращал внимания, то есть все было, это было как, это закономерно. В этом каталоге первый каталог просто был замечательный. Просто был убойный первый каталог, потому что мы не то, что там мы не упали, мы все свои уровни сохранили. А у некоторых девочек, некоторые девочки вышли на новые уровни. Плюс ко всему еще и прирост у нас был очень хороший, очень хороший прирост. Так, у меня в комнате такое солнце, я закрыла шторы полностью, и у меня еще блики на лице и на очках блики, поэтому, вот, не обращайте внимания. Очень тепло у нас сегодня. Так, что хочу сказать, девчонки, просто молодцы. Вы вот, наша команда, она, наверное, отличается тем, что у нас очень высокий ЛТО. Мы делаем такие обалденные заказы, что вот просто, я не знаю, это, наверное, пример для всех остальных команд. Мы просто молодцы. Особо хочу сказать про Люду Наумову и Свету Комарову. Девчонки сделали в этом каталоге свои каналы, в первом каталоге сделали свои личные YouTube-каналы. То есть это такой прорыв огромный. Мало того, что каналы сделали, они уже начали ролики записывать. Первые ролики записали о своих заказах. Очень хорошо записали, все их поддержали, они их кинули на прокачку, на просмотр. То есть, девчонки, ну молодцы, ну вот надо что-то делать, вы делаете, я вижу, что вы делаете, что вы растете, что вы молодцы. Вы идете вперед. Очень за вас рада. В этом каталоге в первом у нас Таня Лукьянова и Лена Комарова вышли на 9%. То есть у нас теперь два, еще два новых менеджера. 9% это уже менеджерский уровень. Это уже очень серьезно. С уровня менеджера 9% нужно уже начинать строить вторые веточки себе, чтобы был отрыв. Почему я сейчас решила проводить, даже это не скажу, не говорю, что это планерка, это просто такие вот мысли мои, которые я хочу вам, до вас донести. Никаких слайдиков, ничего не будет, потому что вчера была планерка у Даши Коровиной. Это наш директор, в закрытом звании золотой директор. Ее планерки посещать нужно всем обязательно, 100%. Кто не мог посетить, она сегодня сбросила запись. Посмотрите, пожалуйста. Там все она рассказывает. Она рассказывает про все поздравлялки, она рассказывает все акции, которые есть. То есть эту планерку, она очень такая, у нее серьезная, насыщенная, очень познавательная планерка. То есть я не вижу смысла повторять все вот эти вот ее слайды. Зачем? Зачем? Если мы пришли серьезно сюда работать, если мы сюда пришли серьезно строить бизнес, то, пожалуйста, будьте добры, смотрите ее планерки тоже. Это обязательно. Поэтому повторять ее я не буду. Все слайдики мы бросили в чаты. Если кому-то нужно, мы обсудим это с вами лично что-то. Вот. В наш чат я тоже слайдики кинула, которые нам нужны, слайдики, которые вам нужны, я все кинула. Значит, акции все смотрим у Даши. Все акции, которые были в первом каталоге, они все сохраняются. Они все сохраняются на второй каталог. Дальше. И что хочу сказать. Значит, мы обучаемся. Я вижу, что вы обучаетесь. Я вижу, что вы ходите на вебинары, потому что вы пишете, вы задаете вопросы, мы общаемся. Но обучение – это не только смотреть вебинары. Обучение – это к тому же еще… Это нужно еще и применять. То есть посмотрели, какую-то фишечку для себя нашли, применили. Никто не говорит, что прямо полностью от и до делать то, что на вебинаре рассказал спикер. Потому что все люди разные. Кому-то это подходит, кому-то это не подходит. Кому-то нравится работать этим методом, кому-то не нравится. Вот. Поэтому… Но, но то, что вы видите, это для того, чтобы вы применяли все это. Обязательно. Иначе смысла нет вообще в этом обучении. То есть про обучение. Обязательно, значит, ходить на вебинары, обязательно смотреть их в записи. Я вам все говорила сразу, когда вы приходите, я сразу вам говорю о том, что… Чтобы вы делали 4 папочки на рабочем столе. Сразу всем своим новичкам говорю. 4 папочки, самые первые. Потом у вас их будет больше. У меня их очень много. У вас их потом будет больше. Первые 4 – это шаблоны. Обязательно туда будете сохранять все шаблончики, что вам будут попадаться. То есть туда сохранять и там же их переделывать. Чтобы это были только ваши шаблоны. Дальше. Папочка записи вебинаров. То есть туда сохраняйте ссылочки на те вебинары, которые вам понравились, чтобы вы в любой момент могли зайти и пересмотреть. Дальше. Папка паролей. Потому что страниц у вас очень много. Поэтому нужно все пароли, логины, пароли, все это сохранять от страничек. И папочка полезные ссылки. То есть, допустим, все, что вот сейчас там, как скачать телеграм, как зайти на сайт. То есть вот это все вы должны себе сохранять. Это нормально, это обязательно. Дальше вы уже в процессе работы себе больше папок наделаете. Как вам удобно, все вы сделаете это. Вот, смотрите. Личный товарооборот. Личный товарооборот у нас просто суперский. У нас даже по 150 баллов никто не делает. У нас все делают гораздо больше. То есть 200 баллов для нас это вообще не проблема. И причем я не скажу, что вы сильно продаете. То есть это так между делом получается. Не то, что там прямо супер продавашки. Каталоги схватили, побежали. Вот, допустим, я лично делаю личный товарооборот. У меня в прошлом каталоге было 400 баллов. И для меня это я еще не все взяла, что я хотела. Потому что у меня очень много баллов идет по wellness. То есть мы пьем все витамины. Всей семьей пьем. Это где-то 150 баллов. Даже больше выходит только на wellness у нас. Плюс ко всему у меня берет, подруга моя берет, берет моя родственница одна. Две родственницы, вернее, моих берут. Подруга и парикмахер. Все, больше у меня никто не берет. Причем я это не продаю. Я просто между делом даю им каталоги. Они мне потом звонят, говорят заказы. У меня набирает заказ на 400 баллов. У меня нету залежей, понимаете. Вот лично у меня залежей нет. Если кто-то может как на 400 баллов такую сумму взять, такие залежи, ничего подобного. Есть у меня небольшие запасы. Сейчас я вам расскажу, есть небольшие запасы. Какие? Ну, например, я всегда себе запасаю, если есть крема для рук. Вот смотрите. Просто вот если идут по распродажам, я всегда себе беру крема для рук. Потому что вот лично для меня на 12% я сейчас нахожусь, вот эти вот крема, они обходятся нам рублей 50-45, вот так даже может дешевле. Вот крема для рук я всегда беру. Потому что семья у нас трое взрослых людей, нам у нас эти крема летят просто, просто летят. Это у меня всегда есть запас небольшой, но у меня запас есть. Потому что вот распродажа, например, тех же кремов, она бывает не в каждом каталоге. Вы это знаете, вы это понимаете. Поэтому, чтобы до следующей распродажи мне хватило. Дальше. Я всегда себе беру вот такие вот наборы, если продают. Вот в первом, в 17-м каталоге, по-моему, или в первом, я уже не помню. В 17-м. Были вот такие вот наборчики. Вот видите, такие вот классные наборы. Вы помните их все. Я всегда вот это беру. 3-4 набора у меня всегда они есть. Есть просто для того, чтобы вот какой-то день рождения, куда-то пошли в гости. Вот не искать подарок. Шикарный подарок. Согласитесь? Плюс мне он обходится совсем-совсем-совсем недорого. Есть у меня еще запасы, как бы небольшие запасы вот таких вот смягчающих средств. То есть вы все знаете, в этом каталоге они будут, эти смягчающие средства, по 69 рублей. Но это по цене каталога. Вот смягчающие средства, вот такие вот, смотрите. Их много разных. Вот есть просто обычные, да. И вот есть еще 4 разных аромата. Вот черная смородина, синенькая, корица, роза и мед. Вот такие вот я всегда себе тоже беру. Всегда беру, потому что это тоже, это подарок. И они не всегда бывают. Они стоят 250 рублей, но в этом каталоге они во втором идут. Ой, 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 сейчас скажу, 69, ну 20% скидка минимум нам. Они, конечно, идут вот очень красиво упакованно. Они в таких вот коробочках все идут. Вот в таких коробочках. Это я просто без коробочек, это то, что у меня стоит. И вот смотрите, какой можно подарочек, к примеру, сделать, да, своим родственникам. Или просто подруге. Вот вы берете, вот вы берете, вот оранжевый даже. Смотрите, крем для рук, мыло обалденное, да. И плюс еще смягчающее средство. Даже в тон можно подобрать, смотрите. Подарок шикарный. Причем вот это смягчающее средство, это вообще панацея. То есть губки намазать, локти, ножки, пяточки. У меня, например, вот пальцы я вяжу. У меня вот здесь вот от нитки всегда на пальце шелушится кожа очень. И вот на вот этом пальце у меня мозоль от крючка, то есть я вяжу крючком. То есть вот это для меня, это вообще настольное. Она у меня постоянно на столе стоит. Просто даже она маленькая, хорошая, хорошо закрывается, очень плотно. В сумочку бросили, пошли, то есть без этого никак. То есть это вот у меня такие вот запасы. Вот таких наборов у меня всегда 2-3 лежит. Вот сейчас один остался. Сейчас вот в этом во втором каталоге новый наборчик пришел. Тоже буду брать. Пралине. Тоже красивый набор очень такой. Так, какие у меня еще запасы есть? Еще у меня есть, вот я покажу вам. Конечно, я всегда беру гели для душа. Когда они идут по распродаже, я всегда их беру. Вот, потому что семья большая. Мы моемся. Причем, ну, постоянно моемся. И не раз в день. Гели у нас просто летят. Если есть такие же вот гели для душа, вот такие же, но большие объемы, вот это 250 миллилитров. Если есть такие же гели для душа, но большие объемы, там по 400 миллилитров, есть по 750 в круглых бутылках, я их беру стирать. То есть это я перешла вот именно на эти гели не так давно. У меня закончился просто порошок, и я стала стирать гелями. Что я вам хочу сказать? Мой любимый порошок, я не буду называть фирму, я не буду вам его рекламировать, но я не заметила, чтобы вот эти гели наши отстирывали хуже, чем этот порошок. Ну, ничуть не хуже. Плюс ко всему у меня экономия идет какая? Я не пользуюсь кондиционером для белья, потому что от белья идет очень хороший запах. То есть вот, что у меня еще есть? Еще у меня есть вот такие вот запасики, я всегда делаю. Это у меня бальзамчики для губ, потому что ребенок маленький, потому что мы все, мы живем на севере, губки у нас обветриваются, поэтому вот такие вот бальзамчики. То есть, когда они идут прямо за копеечку, я всегда их беру. Вот у меня сейчас в данный момент три бальзамчика новых. Сейчас весна будет, ветра будут, в крайнем случае, ну, в принципе, все пригодятся. Каждый по бальзаму себе взял, и все, их уже нет. Теперь, знаете, сделала себе очень большое открытие. Вот такие вот, сейчас будет у нас акция идет, выгода в кубе. И там есть очень хороший набор. Так, сейчас я вам покажу этот набор. Так, 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 сейчас я вам будет этот набор покажу, где он у меня, этот набор. Так, вот такой, смотрите. Какое открытие я для себя сделала. Вот, нашла. Так, нашла. Сейчас покажу вам наборчик этот. Вот он. Вот этот вот наборчик, смотрите. Видите, вот, крем, жидкое моло для рук, гель для душа. И там написано лосьон для рук и тела. Ну, вы знаете, я никогда на него раньше внимания не обращала, на этот лосьон. Никогда его не брала. Вот. А здесь получилось так, что я купила себе набор. Там мыло, жидкое моло для рук было, просто мыло обычное. И вот этот вот лосьон для рук и тела. И, как оказалось, что это настоящий крем для рук. Очень, очень классный, очень приятный, очень смягчает руки. И вот в этом вот получается, вот в этой бутылочке, 4 вот таких вот обычных тюбика. Вот этот тюбик обычный, он 75 миллилитров идет. Здесь 300. То есть, вот в этой бутылочке получается. И он у меня теперь постоянно стоит на столе. Он очень хорошо смягчает руки, очень хорошо впитывается. То есть, вот теперь вот классное открытие сделала. Теперь я буду всегда им пользоваться. Они у нас есть, так, есть лимон, есть, так, сейчас скажу, какие есть. Есть у нас лимончик, есть у нас роза-сандал. Так, роза и сандал. Вот такие вот, смотрите, вот есть, продают частенько вот. Вот, видите, тоже жидкое мыло для рук и лосьон. Потом вот этот желтенький, что я вам показала, выгода в кубе. И вот такой вот есть роза и сандал. Дальше. Что еще хочу сказать, именно вот по продукции. Еще у меня всегда есть запасы вот такого вот жидкого мыла для рук. Вот, вот, сейчас покажу, видно, не видно вам. Смотрите. Так, 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 вот такого. Вот это вот жидкое мыло для рук. Когда она идет по распродаже, я всегда его себе беру. Почему я это делаю? Я этим жидким мылом для рук я мою посуду. Причем я делаю это уже очень давно. Я приспособилась мыть посуду им. В холодной воде замечательно отмывает, пенится. Руки после этого, кремом мазать не надо. Руки как будто бы, вот знаете, как будто ты в перчатках мыл. То есть мне очень это нравится. Вот, я теперь все время им пользуюсь. Так, что еще хочу вам сказать. Ну, какие еще у меня есть залежи дома? В принципе, больше ничего. Есть у меня коллекция духов, но это нормально. В принципе, любая девочка хочет, чтобы у нее была коллекция духов. Есть у меня коллекция лаков для ногтей. Ну, вот маникюр я постоянно делаю. Вот маникюрчик мой очередной. То есть раз в несколько дней я делаю маникюрчик. Ногти у меня хорошие, свои. Вот, есть у меня коллекция шарфиков от компании, от нашей. Но коллекция шарфиков, то есть это тоже, это мы носят. Там 5-6 шарфиков у меня тоже, как бы я это ношу. То есть, ну, я ничего, вот это все наши залежи. Это все. В принципе, залежи-то никаких и нет. Это все нормально, и все это мы покупаем постоянно в магазинах. Ну, просто я это беру у себя. Сейчас вот введу планерочку. Сделала себе коктейль. Вот сейчас буду, планерочку проведу и выпью коктейль. Так, вот еще что хочу сказать. У меня знакомая есть. Она как-то одно время, наверное, лет 5 назад, она подписалась в компанию. Не буду говорить, какую компанию. И там ее заставили сделать заказ. Ну, видимо, она хотела тоже зарабатывать. То есть она не хотела с этой компанией продавать, но она хотела с ней зарабатывать. И там она сделала заказ. Ее заставили сделать заказ на 10 тысяч. А продукция этой компании, она хорошая, но она долгоиграющая. То есть она долго-долго не кончается. И вот 5 лет прошло, у меня до сих пор еще есть продукция этой компании. То есть работать, чтобы в этой компании, нужно очень много продавать. Потому что у нас во всех сетевых компаниях идет зарплата с товарооборота. Так, что еще хочу сказать. Значит, и вот личный товарооборот. У нас просто на самом высоком уровне. Обучение у нас есть, мы обучаемся. Но рекрутинга у нас нет. Пока у нас рекрутинга нет. Понимаете, вот есть такие... Бытует такое мнение, что подобное притягивается к подобному. Вот, например, я расту долго. Я расту долго, но я всегда делаю большие заказы. Я все делаю основательно. Я долго расту. Ко мне приходят такие же девчонки. Вот ко мне вот подобное притягивается к подобному. Приходят девчонки, мои сейчас нынешние лидеры, все мои активчики. Они тоже не особо быстро растут, делают хорошие заказы. Давайте ломать стереотипы, девочки. Если вы хотите, чтобы к вам приходили такие же лидеры, которые будут делать большие заказы, но долго будут расти, давайте ломать стереотипы. Чтобы их сломать, нужно срочно начинать рекрутировать и расти очень быстро. Срочно. Первое задание вам, почему я говорю вам. Значит, я конкретно обращаюсь сейчас к некоторым девочкам, к нескольким всего лишь. Света Комарова, Таня Лукьянова, Люда Наумова, Настя Шевченко и Марина Суханова и Галя Запольская. Все девочки, кроме Галли Запольской, пришли ко мне через социальную сеть Одноклассники. Вы в этой сети, мы с вами нашлись в этой сети. Давайте работать в этой сети. Эта социальная сеть, она очень больших, сеть больших возможностей. Давайте, пока мы не будем изобретать велосипед, давайте мы наладим с вами рекрутинг в этой социальной сети, минимум новичок в день. И дальше уже мы начнем осваивать что-то другое. Но пока в этой социальной сети. Минимум, чтобы зарабатывать в этой социальной сети, вернее, чтобы у нас был постоянно рекрутинг, постоянно шли к нам люди. То есть люди-то, они ждут, когда мы им сообщим о возможностях таких. Они ждут, но мы не можем много людей оповестить, если у нас нет много страничек. Задание всем за этот каталог сделать по 60 страничек в Одноклассниках. Не меньше 60. То есть 20 мы работаем сегодня, 20 мы работаем завтра, 20 мы работаем послезавтра. Получается, что страничка одна работает, потом она стоит два дня. Это нормально. Тогда у нас, как уже эти странички обрабатывать? Вручную вы их будете обрабатывать, либо вы будете какие-то программы покупать. Это уже ваше личное дело. Это уже дело десятое. Самое главное, чтобы это было, чтобы мы работали. Как работать, я вам вебинарчик сбрасывала. Я вам сбрасывала, там все пошагово рассказано. Если хотите, мы можем это все обговорить в личку. Самое главное, это работаем мы тем методом, которым вы пришли сами. Потому что если вы в этой соцсети крутитесь, варитесь, общаетесь, эта социальная сеть ближе вам, самая близкая для вас. Дальше, когда у вас уже рекрутинг будет налажен, тогда вы уже будете продолжать работать в этой социальной сети и уже пойдете в какие-то другие сети. То есть это нормально. Дальше. Как работать в Одноклассниках кратко, я не знаю, рассказывать или... Давайте я кратенько пробегусь, как работать. Делаем странички. Странички обязательно оформляем. Надо, чтобы странички эти отстоялись. То есть это обязательно. А на страничках мы... Так, девочки, давайте, не буду вам пока рассказывать. Если что, я вам запишу отдельным роликом, вот именно как работать в Одноклассниках. Не буду я на этом заострять внимание, не буду вас задерживать. Так, смотрите. Дальше. Обязательно личный бренд. Я вам говорю об этом постоянно. Личный бренд, личный бренд, личный бренд. Я понимаю, что это не так просто. Я все это понимаю. Но идей куча. Вот просто море идей. Если вы не знаете, о чем писать, вот не знаете вы, о чем писать, я каждый день выставляю по несколько постиков. У меня еще... Ну, то есть не нужно много выставлять, но максимум три в день, максимум три в день. Один постик, три в день. Идей куча. То есть мне можно было гораздо больше постиков выставлять, но просто не надо. Зачем? Это уже перебор будет. Пожалуйста, заходите на мои личные странички. Заходите, смотрите мои постики. Прокручивайте мои посты. Вот, например, низко-низко-низко, совсем туда вниз. Там на несколько месяцев. Берите какую-то идею. Вы что-то услышали, например. Вот любая идея, любая какая-то. Вы берите, через себя это прогоняйте, и рассказывайте уже от себя это людям. То есть, в принципе, ну, не знаю, идей очень много. Вот, например, вчера ходила в кино. Вчера мы были в кино. Мы пока с кино ехали. Фильм очень интересный. Пока с кино ехали, вы знаете, я не знаю, если хотите, я вам потом расскажу о содержании фильма. Ну, кто-то ходил, кто-то не ходил, не буду его. Можно в личку потом рассказать. Вы знаете, там такая очень... Не столько она фантастика была, фильм «Притяжение». Не столько там фантастика была, сколько вот именно наша социальная жизнь, наш социум. И мы, когда обратно ехали, я настолько была горда тем, что я вот в компании «Рифлэм». Настолько эта компания меня делает лучше, настолько она меня преобразила, хотя, в принципе, я и так неплохим человеком была. Вот просто я... Я вот просто ехала и испытывала гордость. Ну, во-первых, я никогда не была человеком толпы. Меня так воспитывали с детства, что мы жили в поселке, там, допустим, все завозили, там, одежду что-то вот такое, завозили раз в год. Когда было половодие на баржах, все это завозили. Дальше все одеты были одинаково. Поселок маленький. Меня с детства воспитывали так мама, бабушка, что покупали мне одежду всегда на несколько размеров больше. Все, например, уже сносили, это ношу я. То есть я никогда не была ни на кого похожа. То есть я всегда отличалась. Если принято у всех, например, пол красить дома коричневой краской в деревнях, живут люди не особо, да, там делая раньше вот ремонт и все такое. Прибелили, покрасили нормально. Если у всех, например, пол покрашен красной, коричневой краской, я всегда буду красить его либо зеленой, либо желтой, либо еще какой-то. А почему я должна делать как все? Почему, с чего ради? И вот никогда я не была человеком толпы, я этому очень рада. И вот ехала вчера, такую гордость испытывала за то, что я не как все, что я понимаю, что у меня какой-то иной путь в жизни. Я считаю, что у нас просто миссия, у нашей компании, просто миссия сделать жизнь лучше. Что хочу сказать еще. Вчера, значит, Даша рассказывала про Болгарию. Все, наверное, слышали уже, что у нас идет третья уже волна квалификаций на Болгарию. Менеджерская конференция на Болгарию. Что такое менеджерская конференция? Это конференция для менеджеров, которые еще не стали директорами, ну или которые старшие менеджеры, которые директор, это когда уже у тебя веточки на 22% под тобой. А когда еще этих веточек нет, там веточка, допустим, 2 на 18 и так далее, ты старший менеджер. Вот конференция для менеджеров чем хороша? Она полностью бесплатная. Полностью, полностью, полностью. То есть вас садят в самолет, вас везут туда, вас везут обратно, там для вас развлечение бесплатно, проживание бесплатно, питание бесплатно, плюс вас возят не куда-то, там соседний город, вас ведут за границу. Первая менеджерская конференция была в Египте, в Шарм-Аль-Шейхе, вторая была в Сочи, и сейчас будет конференция в Болгарии. Даша вчера рассказывала полностью, что и как таблицы приводила. Я в наши чаты сбросила те таблички, которые нам нужны. Она прямо посчитала по уровням все таблички. Уровень 0,6%, то есть 0,3,6, уровень 9%, 12, 15, то есть она все буквально посчитала, что нужно, как нужно, сколько нужно. То есть ничего в этом страшного нет, девчонки. На самом деле, если подумать, страшного ничего в этом нет. И вот почему, допустим, я собираю команду, вот я почему собираю команду, я приглашаю вас, потому что, чтобы вы мне помогали расти, то есть как вы мне поможете расти, вы будете расти сами. То есть также вы приглашаете новичков, делайте свои команды, чтобы эти команды помогали расти вам. Каким методом? Расти сами. То есть пока люди под нами не начнут зарабатывать, не начнем зарабатывать мы. И вот таблички эти все сбросила. Там очень все прямо четко-четко подсчитано. И что такое курекруты? Нам нужны еще курекруты, к тому же каждый каталог. Курекрут – это квалифицированный рекрут. Человек, который приходит и делает сразу в течение 21 лет, заказ от 100 баллов. Это считается квалифицированный рекрут. Таких рекрутов там по уровням, если посмотреть, нужно в каждый каталог определенное количество. Ну, например, расскажу на примере, там веточки, например, Света, Таня, Люда Наумова, Настя Шевченко. К примеру, да? Настя вот у нас немножечко сейчас потерялась после праздников. Настя, давай присоединяйся, я знаю, что ты девчонка умничка, ты хорошие заказы делаешь, ты очень хорошо общаешься, ты уже много всего знаешь, поэтому ты не бойся, мы тебя научим, поддержим, присоединяйся к нам. Вот на примере вашей веточки расскажу. Вот смотрите, допустим, та же Люда Наумова. Люда сейчас на 6%. Люде, допустим, нужно в каталог делать 4 курекрута, например. Люда, ты будешь эти 4 курекрута делать, не одна. Мы все это делаем командой. Как? Например, ты себе находишь двух новичков. Двух новичков, которые делают заказы от 100 баллов. Двух. Ты подписываешь их в нашу совместную веточку. Следовательно, 2 курекрута у тебя, 2 курекрута у Тани Лукьяновой, 2 курекрута у Светы Комаровой, потому что они подписаны в глубину. Мы эти рекруты подписываем их в глубину. Дальше. Таня Лукьянова тоже находит в этом каталоге двух курекрутов. Двух, то есть рекрутов, которые делают, двух новичков, которые делают заказ от 100 баллов. Так как Таня Лукьянова уже на 9%, у нее есть вторая веточка, то Таня делает как? Таня, ты подписываешь одного рекрута под самый низ, самый-самый низ совместную веточку, а одного рекрута подписываешь во вторую веточку. То есть у тебя 2 веточки. Следовательно, получается, у Люды Наумовой уже 3 квалифицированных рекрута, у Тани Лукьяновой 4, и у Светы Комаровой 4. Света Комарова делает еще 2 квалифицированных рекрута. Света. Света подписывает одного в общую веточку совместную в самый низ, а одного подписывает рекрута в новичка, одного подписывает в свою вторую веточку. Получается, у Люды Наумовой 4, как и положено, у Тани Лукьяновой получается 5, как положено, да, у Светы Комаровой 6. Вот таким образом мы строим, ищем своих курекрутов. То есть мы работаем командой, для этого и нужна команда. В принципе, ничего сложного в этом нет. кто хочет ехать, кто... Ну, давайте сделаем так, давайте, по крайней мере, это стимул очень большой, согласитесь, очень большой стимул съездить в Болгарию. Почему бы нет? Бесплатно за счет компании. Ну, в крайнем случае, чуть-чуть не доберем ничего страшного. Зато это очень большой стимул идти вперед, потому что без мечты и без планов работать очень-очень-очень сложно. Значит, так, готовим паспорта заранее. Я не думаю, что вы все пришли на бизнес и будете расти годами и годами и годами, а загранпаспорт делается не так быстро, тем более, что сейчас весна, как правило, загранпаспорта лучше делать перед Новым годом, где-то, ну, осенью, по крайней мере, осенью. Делаем заранее загранпаспорта. Загранпаспорт сейчас делается на 10 лет. Все, кто поедет в Болгарию, должны будут открыть ИП, это обязательно. Но ИП открывается там недолго, там, по-моему, порядка нескольких дней, и можно открыть ИП. Что я хочу сказать еще? Вот, допустим, очень много возможностей сейчас, и съездить сейчас за границу отдохнуть, сейчас получается даже дешевле, чем отдохнуть в России. Хотя в России тоже есть очень много хороших мест, прекрасных мест, красивых мест, замечательных мест. В России совершенно не развит сервис, поэтому, почему люди идут отдыхать за границу? Потому что мы хотим отдохнуть, мы хотим, чтобы за нами ухаживали, чтобы нам все предоставили, чтобы нам все принесли на блюдечки. У нас в России нету практически такого. И вот, допустим, в этом году хотят открывать Арабские Эмираты. Замечательная страна, очень цивилизованная страна, страна будущего. То есть, как открывать? Делать безвизовый въезд. Есть несколько вариантов, как ездить за границу. Есть страны, в которые нужна виза, и эта виза готовится заранее. Если вы планируете, если вы чувствуете в себе силы, прям такие, что вы вот в этом году уже прям добьетесь всего-всего, то есть вы сможете уже путешествовать не с компанией даже, а сами. Поэтому делать за грандспорта будете, вы можете сами себе сделать шенгенскую визу на 5 лет. Это получается гораздо дешевле. Все это делается через интернет. Это получается сделать гораздо дешевле, чем потом делать отдельно визу в каждую страну. Те страны, в которые нужна виза, эта виза делается отдельно, и это плюс идет оплата к путевке. Делают, конечно, татур-агентства, которые продают путевки, где будут эти путевки брать. Есть страны безвизовые. Вот как Арабские Эмираты сейчас что хотят сделать? То есть, это вы приезжаете в Арабские Эмираты, и вам в аэропорту ставят визу, что вы въехали в страну. Все. Печать просто в паспорт ставят, и все. Я не знаю, будет там оплата или нет, там оплата буквально в копейке, но не очень дорого. Также точно вы обратно уехали, например, и вам также ставят, прямо в аэропорту ставят печать в паспорт. То есть, ничего дополнительно вам оформлять не нужно. Да очень удобно. Безвизовых стран, на самом деле, очень много. В таких странах отдыхать очень даже хорошо. Вот, допустим, сейчас вам расскажу фишечку, одну такую в Египте, как можно отдохнуть, 4 месяца, совершенно законно и с действующей визой, хотя виза дается на месяц. Как там делают? Допустим, приезжаете в Египет, получаете визу на 30 дней. Проходит 30 дней, допустим, вот там в городе есть пункты такие, мы вот в Шарман-Шейхе всегда отдыхали, там есть такие пункты, где можно продлить визу еще на 30 дней. То есть, приходишь туда, тебе официально ставят печать, паспорт, что ты еще 30 дней можешь на совершенно законных основаниях здесь отдыхать и жить. Но это когда ты едешь сам, конечно, когда не по путевке, а просто сам едешь отдыхать. Потом можно съездить, например, в конце второго месяца, можно съездить на экскурсию в Израиль. На один день экскурсии есть, на два дня экскурсии есть. То есть, там получается, вы едете в Израиль, там очень классная страна, очень интересная, очень интересная, насыщенная экскурсия. И когда вы же выезжаете из Египта, вам ставят печать, что вы выехали из Египта. Потом вы когда въезжаете, через два дня с Израиля, например, вам сообщать, вы въехали. То есть, вы опять можете месяц еще отдыхать. Ну и потом точно так же еще раз продлить. То есть, вот очень много есть таких, вот такая фишечка интересная, как можно прожить в Египте за 4 месяца. Вот. В общем, не знаю, девчонки, есть к чему стремиться. Есть планы, есть мечты. И вот знаете, вот все распланировать нужно себе обязательно. В Болгарию распланировать, прямо написать по каталогам, что и как, потом это все написать по по неделям, по дням, каждый день сколько, какую работу нужно провести, чтобы был как минимум один новичок в день. Надо к этому, за второй каталог мы должны наладить свой рекрутинг. Это даже не обсуждается, потому что иначе смысла нет. Какой смысл нам здесь сидеть? Чего мы тут сидим? Мы пришли работать, мы пришли строить бизнес, поэтому надо строить бизнес. Вот. И причем, знаете, вот есть такие мечты вот у людей. Я вот, например, не считаю, что мечта купить машину и купить отдельное жилье, это не мечта вообще, это план. Понимаете, это совершенно нормально иметь человеку отдельное жилье свое собственное. Совершенно нормально. Это только, наверное, в нашей стране, это для некоторых просто несбыточная мечта. Это только в нашей стране такое. Машина, это не роскошь, это средство передвижения. За границей там вообще у каждого своя машина практически. У мужа своя, у жены своя, у старших детей своя, у младших детей машина стоит отдельно, на ней ездит там гувернантка или нянька, нянечка, которая отвозит школу, встречается школу, возит их на кружки там всякие. То есть, понимаете, у каждого своя машина, это нормально, это не роскошь. У нас это роскошь. Поэтому давайте, вот мы квартиры, машины, мы будем не мечтать о них, а планировать их. А планы это то, что можно выполнить в ближайшее время. Вот у меня на заставке стоит дом. Я нашла в интернете, мне обалденно понравился вот этот дом. Вот я хочу такой дом себе. Вот это я понимаю, вот это мечта. Вот я такой дом себе хочу. Я прям мечтаю. Я смотрю на эту картинку постоянно. Он у меня перед глазами. Вот. Ну, в общем, вот так. В принципе, все, что вам рассказали. Так, еще один момент. Смотрите. С этого каталога все новички, которые будут к нам приходить, мы их, мы с ними работаем, вот таким будем методом работать. Когда вы общаетесь с кандидатом, вы ему все рассказываете. Это уже ваше дело, как вы общаетесь. Вы звоните, вы в переписке общаетесь, вы там встречаетесь. То есть, это личное дело каждого, кто как рекрутирует. То есть, мы кандидата, мы ему все рассказываем, мы с ним общаемся, разговариваем, мы его регистрируем. Иногда получается, что кандидат приходит на вас, он знакомый, вы ему все хорошо рассказали, показали. Человек регистрируется. Иногда человеку можно дать какое-то видео записанное. Мы обычно новичкам и кандидатам, кандидатам мы даем стиль жизни. Стиль жизни вы можете дать любого лидера, который вам нравится. Совершенно любого. Мне вот, допустим, нравится Таня Новикова. Я всегда даю ее стиль жизни. Но вы можете дать стиль жизни любого человека, который нравится вам, который вас вдохновляет, который, с которого вам хочется взять пример. Но вы даете этот стиль жизни только в том случае, если вы этот вебинар залили на свой личный YouTube канал. Пожалуйста, не давайте чужие вебинары, потому что человек думает, он еще ничего не придумал, он еще не зарегистрировался, этот человек. Даже такие вебинары нельзя давать даже тем, кто даже зарегистрировался, да, но еще заказ не сделал. Потому что под этими видео стоят чужие контакты. Понимаете, человек смотрит это видео, а там внизу другие чужие контакты. Человек идет по этим контактам, регистрируется, уходит в другую команду. Пожалуйста, стиль жизни заливайте себе на канал. Пишите под этими видео свои контакты. И уже вот это видео давайте своим новичкам. на моем канале есть стиль жизни с Татьяной Новиковой с моими контактами. Если хотите, давайте это видео и пишите, что это ваш спонсор, то есть вы регистрируетесь ко мне, допустим, и будете обучаться у спонсора, спонсор будет помогать. Это не проблема. Пожалуйста, это очень большая просьба. В свои группы, на свои странички, своим знакомым не давайте чужие видео. Если вы хотите кому-то это видео дать, то вы дайте, вы залейте его себе на канал. Если это можно, конечно, да. Залейте себе на канал, поставьте внизу свои контакты, потом давайте. Это очень большая ошибка новичков, когда люди приходят и начинают, а потом, ой, куда мой новичок делся? Он ушел в другую команду. Ему понравился тот спикер, который рассказывал, вебинар вел. Он ему понравился, он ушел к этому спикеру. Все, вы его потеряли. Дальше. Вот человек зарегистрировался, например, если человек сомневается, вы ему даете стиль жизни. Залейте на свой канал, как я уже сказала. Дальше. Новичок, например, человек зарегистрировался, он новичок. Прежде всего, нужно с новичком познакомиться. Это обязательно. То есть, рассказать о себе, спросить у человека, что он хочет, где он работает, сколько дети у него, ну, что вообще он ждет от жизни, какие мечты, планы. Ну, хотя бы, вот, понимаете, чтобы человек утеплиться с человеком, нужно познакомиться поближе. Со временем, конечно, мы подружимся, мы уже дружим со многими. Потому что, знаете, вот каждого кандидата вы должны рассматривать своего новичка, как человека, с которым вы будете вместе ездить на курорты, вы будете вместе ездить за границу, вы будете вместе сидеть за одним столом на банкете. У вас будут общие интересы, общие воспоминания, вы будете вместе на пляже лежать, купаться. То есть, понимаете, этот человек на всю жизнь, потому что у нас такой бизнес, он на всю жизнь наш бизнес. Поэтому, естественно, с человеком нужно познакомиться, чтобы человек проникся к вам доверием. Дальше обязательно ничего человеку не даем. Новичок зарегистрировался, мы ему ничего не даем. Прежде всего новичок должен установить телеграм. Не даем новичку никакую школу новичка. Ничего не даем, пока человек не установит телеграм. Как только человек устанавливает телеграм, тогда мы уже в телеграм начинаем с ним общаться. Если человек пришел строить бизнес, и он не хочет устанавливать телеграм, извините, я не знаю, как дальше тогда нам работать. Тогда вообще, наверное, нет смысла нам с ним работать. Понимаете, если ты пришел, как говорят, со своим уставом чужие монастыри не идут. Правильно? То есть у нас есть определенные условия. Мы работаем в Телеграм. Пожалуйста, будь добры, установи Телеграм. Это несложно. Даете человеку установить Телеграм, помогаете ему это сделать. Человек приходит в Телеграм, добавляете его в чат экспресс-команда. С поздравлялочкой, со всем. Можно в наш чат добавить? То есть это не проблема. Два чатика. Все, больше никуда. Ни в чат по продукции, никуда больше мы человека пока не добавляем. Дальше. Мы человеку даем опять смотреть несколько вебинаров. Я хочу себе на YouTube-канале сделать папочку такую, папочка, папка новичка. Несколько видео туда забросить. Допустим, можно опять же стиль жизни дать посмотреть, если человек еще его не смотрел. Стиль жизни – это, как правило, суть проекта. То есть человек рассказывает о своей жизни и о сути проекта. Можно дать видео потом человеку, откуда деньги в проекте, сколько видов заработка у нас в проекте есть. Можно дать человеку видео, что такое сего маркетинг. То есть как бы видео такие, чтобы человек мог, посмотрев эти видео, ответить на свои самые такие основные страхи, на свои возражения, на свои сомнения. То есть он посмотрел, после каждого видео мы с человеком связываемся, все это обсуждаем, все это проговариваем. Обязательно рассказываем человеку, новичку сразу про все акции. То есть какие у нас акции есть и какую выгоду он получит, если он сделает заказ. 50 баллов, 100 баллов, 150 баллов. То есть все это ему рассказываем. Человек, конечно, выбирает сам. У нас нет обязательного ничего. Но человек должен все это знать, он должен все это знать, он должен понять, почему ему это выгодно, насколько ему это выгодно. Если человек приходит, он не готов даже кусок мыла себе купить, извините, о чем может быть разговор? Как мы можем дать ему школу новичка и все остальное? Ему это не надо. Он пришел на халяву. Понимаете? Он пришел на халяву, потому что деньги это такое дело. Да, бывает, что нет денег, но человек на 20 баллов, человек заказ сделать может. Тем более, что он моется, он чистит зубы и так далее. Это как раз получается где-то примерно 20 баллов. Купить шампунь, зубную пасту, зубную щетку, мыло, гирлядуша. Только после того, как человек сделал заказ, мы его добавляем в чат по продукции. И только тогда мы даем человеку школу новичка и начинаем с ним работать. Вот только после этого. Вот так вот. Это вот я так считаю, что так нужно делать. И мы таким образом не будем тратить время на людей, которые работать-то и не собирались, которые приходят в проект и не отнимают наше время. Это то время, которое мы можем потратить на себя, мы можем потратить на семью. Мы можем потратить это время на тех людей, которым что-то нужно, на своих активных партнеров. Лишний раз со своим активным активчиком, со своим ключиком созвониться, списаться, о чем-то поговорить и ему помочь. Мы это время тратим на тех людей, которым совершенно это все не нужно. Понимаете, в чем дело? Что я хочу сказать? Ну, в общем, я хотела вот такими мыслями с вами поделиться. Наверное, на этом все. Я жду вашу обратную связь. Сейчас я сброшу запись этого, ну, не знаю, что это, планерочка, не планерочка, то есть наши беседы вот этой сброшу запись в чаты. Жду от вас связь обратную. Пишите, о чем поговорить, что непонятно, что нужно обсудить. Пишите вопросы по поводу Болгарии. Давайте будем с вами со всеми списываться. Пожалуйста, я в Вайбере, в WhatsApp, не в Вайбере, в WhatsApp. Таня Лукьянова, у меня большая просьба к тебе. Установи, пожалуйста, себе WhatsApp. Это так удобно. Мы с тобой тогда на связи будем постоянно. Я тебе могу голосом рассказать очень много, гораздо больше, чем я тебе пишу в Telegram. Пожалуйста, установи WhatsApp. Вот, то есть ты вообще молодец такая. Ну, вот, очень такая просьба к тебе большая. Так, ну, вот и все, наверное. Наверное, на этом все. Я буду заканчивать. Жду от вас связь обратную. Ну, вот, девчонки, давайте. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok